Снегопад сковал движение 9-ти бальными пробками заторы на дорогах и в подземке. Автовладельцы выходят в радиоэфир, чтобы помочь друг другу объехать заторы и вызволить из снежного плена. Тело подменили, родственники чуть не похоронили чужого человека из-за халатности судмедэкспертов. Ужасающие детали погребального дела заставили депутатов инициировать проверку. 20 метров в неделю арку Бугринского моста надвинули наполовину. Мостостроители не останавливают работу даже в сильные морозы. Движение запустят в сентябре. О самых значимых событиях в жизни города расскажут новосибирские новости. Здравствуйте. Те, кто сегодня решил не терять времени в дорожных заторах и пересесть на метро, с удивлением для себя столкнулись с пробками в подземке. Утром и вечером в метрополитене столпотворение. Движения в городе парализовали обильный снегопад и метель. Магистрали сегодня снова встали в 9-ти бальных пробках. Мария Черешнева пыталась проехать по городу в часы пик. Автобус, шедший утром из Толмачева, вылетел с трассы и едва не ушел в кювет. Обошлось без пострадавших. Также десятки мелких аварий по всему городу осложнили ситуацию. Сильный снегопад почти парализовал городское движение. С утра были зафиксированы 9-ти бальные пробки. Сейчас сервис показывает 7 баллов. Посмотрим, за сколько мы сможем доехать от мэрии до нашей редакции на площади Маркса. Сегодня нам везет, в отличие от встречного потока. Путь почти свободен. Итак, дорога заняла немного, всего полчаса, если быть точнее, 32 минуты. Ненамного дольше, чем обычно. Больше всего стояли на мосту. В пробках простаивали многие водители, некоторые еще накануне. Вчера вечером я ехала, был ужас. 7 часов добиралась до дома почти я. Дорожные службы в эти сутки работают в усиленном режиме. Сгребают и вывозят снег, разбрасывают песок. За ночь основная работа была, это естественно, по расчистке уличной дорожной сети, расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Были ночью даже привлечены 4 экипажа ГИБДД для того, чтобы организовывать расчистку и погрузку на основных магистралях. Водитель погрузчика Юрий негодует. Работа то и дело встает из-за неправильно припаркованных автомобилей. Их надо объезжать, а снег остается под ними. Они потом объезжают, а снег весь на виду. И он получается неубранный, машина его заново растаскивает. И нам опять заново приходится выбирать снег. Поэтому работают в основном ночью. ДО-1 в такую погоду выводят на улицу всю технику. Ночью более-менее у нас получается. Из-за отсутствия транспорта. И то не везде. Если взять Красный проспект, он даже ночью заставлен. И движение. И можно и в 2 часа ночи встать в пробку на Красном проспекте. Плотное движение сегодня и под землей. Многие сегодня предпочли оставить машину и поехать на метро. Поэтому под землей тоже образовались своего рода пробки. Выстроились очереди к кассам и к автоматам с жетонами. А на перроне отсюда это прекрасно видно. Настоящее столботворение. Сегодня зашел в метро, и народу стало больше. Наверное, из-за того, что побросали машины. А тем, кто все-таки отважился поехать на машине, похоже, придется добираться домой дольше обычного. И не только сегодня. Метели и снегопады продержатся в Новосибирске еще как минимум 3 дня. Мария Черешнева, Денис Савинский, Максим Федосеев. Новосибирские новости. И в продолжении темы. Автовладельцы сегодня выручали друг друга посредством радиоэфира. На частоте радиоканала «Сибирь» водители подсказывали маршруты для объезда заторов и сообщали об авариях. Лейла Егорова прокатилась с энтузиастами. Сибиряки брэк. Кто помощи просит, мы дадим. Давайте дадим. Эти автомобилисты все на одной волне. Радиоволне. Дают друг другу прикурить, берут на буксир, бензин подвозят, если бак оказался пустой. Андрей Любимов по дороге на работу одновременно дежурит. Трос всегда под рукой. Пока, если водители вязнут, то только в пробках. Петухово к Силовскому кольцу, пробка от площади Кирова. В эфир может выйти любой желающий. Достаточно приобрести оборудование и настроиться на чистоту. Изначально канал создавали для автомобилистов, но теперь им пользуются и мотоциклисты, и даже пешеходы. У каждого позывной. Здесь и зануда, и турист, и сумасшедший басик, и почетное звание корреспондент. Все репортажи только в прямом эфире. Ты не зависишь от мобильного оператора, и услуга связи, ее качество, все зависит от тебя самого. И также ты не несешь никакие дополнительные расходы на абонентское обслуживание. Активных пользователей радиоканала «Сибирь» в городе около 500. Как правило, у всех опознавательные знаки на авто, флаг и наклейка. Дальнобойщики видят их издалека. Если заплутают в городе, то сибиряки дорогу не только подскажут, но и покажут. Андрей много раз не только приходил на помощь, но и сам подавал сигнал ИСОС. Я вот недавно шлепнулся, ударил автомобиль, мне бы не нужен был аварийный знак. Прям категорически нужен, иначе штрафуют милиционера на тысячу рублей лишнюю. Люди привезли, дали. Да, это удивительно, конечно, но тем не менее нормальные люди у нас еще адекватные остались, которые желают помочь и в любой практически ситуации выезжают даже за многие сотни километров, даже было и за тысячи километров, выезжали помогать сибирякам, которые сломались, которым требовались запчасти, которые в том местности, где сломались, просто их нереально было достать ни за какие деньги. Территория вещания канала практически не ограничена. Попросить о помощи можно хоть в Новосибирске, хоть на Междугородней трассе. Сегодня дежурство у Андрея прошло спокойно, но к выходным – боевая готовность. Обещают снова морозы, а для сибиряков это горячая пора. Лейла Егорова, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Во время выборов мэра Новосибирска на участках не будет камер видеонаблюдения. Городской избирком не успеет закупить дорогостоящие оборудования. Между тем, за ходом выборов будут наблюдать активисты гражданского контроля. Они уже побывали в городской избирательной комиссии, где им и рассказали о забракованных накануне подписанных листах кандидата Пономарева. В случае грубых нарушений общественники готовы привлекать для разбирательств полицию. Сегодня представители гражданского контроля сообщили, что уже следят за ходом избирательной кампании в Новосибирске. Там, где есть выборы, всегда есть и проходимцы, и неадекватные люди, и просто люди, которые хотят себя как-то проявить, что тоже очень важно, допустим, человеку для того, чтобы вырваться в какое-то, так сказать, более поле, чтобы он был заметен, он должен себя где-то проявить. Вот я считаю, что это нормально и естественно. Депутаты городского совета решили проверить деятельность бюро судебно-медицинской экспертизы. Претензий много. В частности, на территории государственного учреждения организован ритуальный бизнес и при этом путают тела умерших, а родственникам предлагают хранить останки совершенно незнакомого им человека. Тем не менее, руководство бюро обвинения в свой адрес считают беспочвенными. Подробнее Павел Теунов. Один из клиентов адвоката Сабанова вместо своей матери едва не похоронил незнакомую женщину. Тело выдали в бюро судмедэкспертизы. В связи с таким тяжелым эмоциональным состоянием клиент не сразу, что называется, опознал. После того, где тело привезли до организации похорон, для прощения с родственниками, родственники тоже высказали подозрения, претензии, что это не тело гражданки безденежных. Тело умершей удалось отыскать. Трупы перепутал санитар в морге. Инцидент стал поводом для нескольких проверок, в том числе и прокурорской. Однако серьезных нарушений в работе бюро не обнаружили. Теперь претензии к судмедэкспертам выдвигают депутаты горсовета. На территории бюро судебно-медицинской экспертизы сегодня действует несколько коммерческих организаций, которые занимаются предоставлением платных услуг. Причем зачастую люди даже не подозревают, что становятся их клиентами. Так, к примеру, омыванием тел умерших после экспертизы занимается фирма «Тонатолог», сотрудники которой не спрашивают на то согласие родственников, а просто постфактум предъявляют чек на полторы тысячи рублей. Депутаты сомневаются в законности деятельности фирмы, поскольку она арендует слишком маленькое помещение. Учитывая, что 20-30 человек прибывает ежедневно туда, в одном помещении площади 11 метров, невозможно оказывать такие услуги по подготовке тел погребения. В свою очередь, наталкивает нас на мысль, что работники СМЭ занимаются подготовкой тел умерших погребений, используя свое служебное положение. Кроме того, депутаты говорят, что на территорию бюро оказывают целый комплекс ритуальных услуг. Судмедэкспертизу проверит комиссия с участием специалистов антимонопольной службы. Между тем, директор бюро отвергает все обвинения. Практически половина из этого не соответствует действительность. Поэтому создавайте комиссию, что хотите, решайте. Вопрос, который сегодня поднимается, поднимал и я, и поднимаю его. Поэтому ваши права. Разбирательств и судебных исков доктор медицинских наук не боится. В начале 2000-х его уже пытались привлечь к ответственности по обвинению в незаконном вывозе трупов в Германию. Они предназначались художнику-авангардисту, устраивающему шокирующие анатомические выставки из расчлененных тел. Павел Теунов, Денис Савинский, Роман Семенов. Новосибирские новости. Новосибирск наводнили синтетические наркотики из Китая. Причем продают их через социальные сети. Чтобы бороться с восточным дурманом, российские наркополицейские попросили помощи у коллег из Поднебесной. На государственном уровне ФСКН находит уже понимание с представителями правительственной структуры Китайской Народной Республики. Но вообще у них позиция была такая. Мы производим не наркотики, они являются, как скажем, компонентами. Почему ваша молодежь употребляет их себе, это ваши проблемы. В самом Китае производить синтетические наркотики, их компоненты разрешено. Ну а вот продавать нет. На упаковках с препаратами китайцы предусмотрительно пишут запрещено продавать на территории КНР и отправляют в Россию. Так только в Новосибирской области за два года количество изъятых синтетических наркотиков выросло почти в 200 раз. Арка Бугринского моста собрана уже наполовину. Морозы не помешали мостостроителям работать по графику. Так и две части конструкции должны сомкнуться над самым большим пролетом моста в конце апреля. А уже в мае строители планируют начать натягивать ванты. О ходе работ подрядчики сегодня отчитались перед исполняющими обязанности мэра Новосибирска Владимир Знатков. Заверил, движение по мосту откроют осенью. Бригады строителей работают круглосуточно. Рядом с монтажной площадкой красят металлические фрагменты арки. Поэтому ее надвигают строго по плану, со скоростью 10 сантиметров в минуту, по 20 метров в неделю. Суровая погода практически не внесла изменений в график работ. Хотя здесь, на мосту, в самый пик морозов, было градусов на 10 холоднее, чем в городе. Да и на высоте сила ветра ощущается гораздо сильнее. Сейчас, когда масса конструкции достигла 2000 тонн, она обрела необходимую устойчивость. А еще совсем недавно монтажники строго следили за надвижкой, гидравликой, выправляя малейшие отклонения. Пролетное строение надвигается на так называемых карточках скольжения, где коэффициент трения стремится к нулю. То при первых этапах надвижки действительно была проблема. При скорости ветра свыше 10 метров, за этап надвижки 10 метров, арка уходила в сторону 10, 12, 14 миллиметров. Арочных мостов такого масштаба, поясняют Владимиру Знаткову, в мире единицы. А технология надвижки вверх под углом 45 градусов вообще не имеет аналогов. Несмотря на всю сложность проекта, закончить сооружение строители обещают в конце апреля. Исполняющий обязанности мэра заверил, городские власти возьмут на себя благоустройство транспортной развязки на улице Большевистской. Сделать хорошее добротное благоустройство на этих территориях частного сектора, сделать шумовые экраны для того, чтобы людям не мешало и было комфортно жить. Вот это задача на лето, которую мы перед своими службами ставим. Открыть важный транспортный узел планируют в этом году. Архитекторы и дорожники тем временем готовят проекты новых транспортных развязок, которые свяжут третий мост с магистралями Октябрьского района. Станислав Якушевич, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Деньги дольщиков застраховала только одна строительная компания в Новосибирске. Новый закон, по которому застройщик в случае своего банкротства обязан вернуть вклады, вступил в силу с нового года. Но очередей к страховщикам пока нет. Скорее всего, в ближайшее время часть компаний уйдет с рынка долевого строительства. А те, кто останутся, поднимут цены, уверены эксперты. Их выслушала Анна Кондратенко. В том, что стоимость квадратного метра жилья в ближайшее время поднимется, эксперты единодушны. Застройщикам необходимо окупить дополнительные затраты. У кого-то увеличится очень серьезно. Может быть, значит, они будут неконкурентно способны. У других, может быть, увеличится, но не настолько серьезно. Поэтому в процентном отношении сегодня, ну, сложно сказать, будет ли это 10%, 5% или 25%. В игру по новым правилам пока включилась только одна новосибирская компания из 200. Чтобы дать дольщикам гарантию, застройщик обратился к московскому страховщику. А вот другой вариант – общество взаимного страхования – никто из местных строителей пока не выбрал. Ведь чтобы вступить в него, застройщику придется потратить полмиллиона рублей и немало нервов. Если рухнула большая фирма, то потом всем скидываться. Это не значит, что только полмиллиона внесли и все. Это значит, что можно потом и полмиллиарда, и миллиарда внести. Не готовы нести гигантские убытки и банки, их также включили в список поручителей. Они откроют двери только для застройщиков с хорошей репутацией. Тем, кто в прошлом замораживал объекты, придется не сладко, полагают эксперты. Скорее всего, они уйдут с рынка долевого строительства и переключатся на серые схемы. Будут предлагать жилье по ценам ниже рыночных. В такой ситуации деньги доверчивым покупателям уже никто не вернет. В тех же случаях, где риски будут застрахованы, вложенные миллионы вернут дольщикам минимум через год-два точных сроков. Никто пока назвать не может. Правила действительно еще до конца не оформлены. Они есть и правила страхования, и, соответственно, пакет документов, которые должны застройщики предоставить в банк для получения поручительства. Но до конца, конечно, еще надо отрабатывать и отрабатывать. Несмотря на это, аналитики и чиновники уверены, новый закон очистит Новосибирск от нечистоплотных коммерсантов. Вопрос только в том, как скоро. Анна Кондратенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Звезда театра оперы и балета. Вот этот белогривый конь Василий перенес операцию по удалению опухоли. Четвероногого артиста зрители видели в постановках оперы «Фауст» и балета «Дон Кихот». Недавно у коня обнаружили рак. Врачи успешно удалили опухоль на коже. Такие новые образования, по заверениям ветеринаров, не дают метастаз, поэтому рецидива у Василия точно не будет. Сейчас он чувствует себя хорошо, а уже 8 марта снова выйдет на сцену оперного театра. Также много новостей на частоте 101,4 FM. Здесь вещает радио «Городская волна» и на сайте «Новосибирские новости». Наши коллеги пишут об очередном госте из космоса. Крупный астероид пролетел над Землей сегодня. Подробности на сайте. Спасибо, что были с нами. До завтра.